Таня, это Мухтар Тайжан. Совершенно верно. А вот объясните, что ваша фамилия означает? Это по казахскому, как переводится? Это мой дед в пятом поколении, Тайжан. Он жил в 19 веке, в начале 19 века. Это его имя. Но если дословно переговорить, то Тай – это жеребенок двух-трехлетка. Жан – это душа. У казахов, знаете же, наше щежире, генеалогическое древо, очень глубокое. Я знаю 20 своих дедов. У меня есть имена 20 своих дедов. До середины 15 века. Всех дедов у меня дома есть. Могу вам тут фотографию показать. И поэтому наши фамилии происходят от наших предков. Это вообще очень сильно отличает Украину от Казахстана. Потому что в Казахе сильны вот эти вот жузы. И каждый Казах себя соотносит с каким-то жузом. Ну, Казахи состоят из родов, племен жузов. Ну, как в Киевской Руси, помните, древляне и другие были. Поляне, да. Да, Поляне. Вот это мы сохранили все. Я найман, средний жуз. Но я всегда говорю, что мы должны ориентироваться не на родоплеменное сознание, а на общенациональное. То есть прежде всего я казах. А казахи не делятся на роды жузы. Казахи состоят из родов жузов. Вот так мы всегда говорим. Насколько вообще сильно влияние жузов на общественно-политическую жизнь в Казахстане, на то, какое место занимает тот или иной человек в социальной иерархии? Ну, в данном историческом моменте больше влияние на общественную жизнь имеет не родоплеменное происхождение, а, наверное, социальное происхождение. Потому что, допустим, Нуршултан Назарбаев, он представитель большого рода, старшего жуза Шапраште. Но внутри Шапраште это большой род. Это древний род с большой историей. Но внутри этого рода есть как богатые, есть как коррупционеры, но есть такие бедные обычные казахи. Я знаю эти районы, где живет этот род. То есть они точно так же, как и представители других родов, но ощущают на себе несовершенство социально-экономической системы, скажем так. Это не значит, что этот род в связи с тем, что из него вышел глава государства, президент Назарбаев, что весь этот род живет хорошо. Нет. Там и в этом роде есть и бедные, и богатые, и в любых других родах есть и бедные, и богатые. То есть когда вот сегодня все у нас казаховеды, казахстановеды, не знаю, как правильно, вот, когда вот рассуждают по поводу влияния жузов в Украине, где-то еще, да, наверное, даже в самом Казахстане, то важно не переоценивать их влияние. Абсолютно. Ну, вы же видите, сейчас Казахстан полыхнул весь, несмотря на жузы. То есть когда стали выходить люди в Жанаузене, это младший жуз, ну, его также и стал поддерживать и средний жуз, то есть семей, Астана, это уже территория среднего жуза. И старший жуз Алматы, там, Шимкен, Тарас, это старший жуз. То есть я говорю, казахи никогда не забывают свою генеалогию, как я сказал. Это вот как английские эти лорды, да, у них тоже генеалогии есть. Так вот у нас у каждого есть такая генеалогия. Я не особый случай. У нас у всех примерно по 20 поколений записано, мы знаем. То есть мы помним свое происхождение, своих дедов, историю знаем, чем они занимались, можем рассказать. Ну, не на 20 поколений назад, ну, вот, примерно, с Тайжана я уже знаю там. Но это не значит, что вот ты средний, ты младший жуз, меня не касается, нет. Ну, как показывают последние события, то есть полыхнул весь казахстан. Язык у нас один, история одна. И все эти три жуза вот 550 лет жили в одном государстве, казахском ханстве, который был, это ханство, оно было правоприемником, таким продолжателем Золотой Орды. Это тоже самое крупное государство на территории Евразии.